Мы прочитаем это место в писании на русском языке, ведь нет вас весная глава, с 10-го до 20-го стихи. Покинув Бершеу, Яков направил Санхаран. Дойдет до некого места, он остановился здесь, достигнутый ночью и лег спать. Положив под голову камень, во сне он увидел лестницу, соединявшую небо и землю. Ангелы Божьи по небу спускались по ней. Господь стоял на вершине и говорил Якову, Я Господь, Бог Авраама, Отца Твоего и Бог Исаака. Эту землю, на которой ты лежишь, я дарую тебе и твоим потомкам. Многочисленные под песок будут твои потомки, и расселятся они на запад и на восток, на север и на юг. Благоставением для всех народов земли будешь ты и твои потомки. Я с тобой, куда бы ты ни шел, я буду тебя хранить и вернуть тебя обратно в эту страну. Я тебя не оставлю, исполню все, что обещал. Проснулся Яков и вымолвил. Воистину Господь пребывает на этом месте, а я то и не знал. Как же страшно это место, сказал он, пораженный ужасом. Это же дом Бога, брата небес. Наутро Яков взял камень, который клал себе под голову, поставил его стойно, как священный камень, и возле на него оливковое масло. Место это он назвал Бет-Эль, а прежде город назывался Бусь. И дал Яков такой ответ. Если Бог будет со мной, оберегая меня в пути, подавая мне хлеб и одежду, и если я с миром возвращусь в Отчий Дом, то Господь станет Богом моим, священный камень, который я поставил, станет Домом Божьим, и от всего, что дашь мне, я буду отдавать тебе 10-ю часть. Мы сфокусируемся на этом месте Писания. У нас есть очень много, чего можно научиться от наших отцов. Мы сфокусируемся на этом месте Писания. И очень много, как Иосиф и Патриарх, очень много перегисли в своей жизни. И каждой ситуации, по-разному, реагировал на него. Сейчас мы сфокусируемся наше внимание на Яков, который вопок уявил от его зоны комфорта. Он его вытолкнул наружу. С помощью различных проблем и сложных ситуаций. Которые были сопровождались проклятиями его брата и страха. И это случилось во время смерти его отца. И очень много давления со стороны матери. Он просто буреет, им аммон, пахот, и у него нет никакого понятия, куда он идет. Он вышел из дома своего отца, примерно знает свое направление, но не знает, что его ждет. Это очень похоже на то, что произойдет с сыном Иосифа. Там также был использовав сложные ситуации для того, чтобы вывести человека наружу. Но есть другой уровень, на который он должен зайти. Мы знаем из того, что мы писаем Писание, что потом было с Яковом. То, что он заключит завет с Богом. Он найдет своих двух жен. После 20 лет тяжелого рабства. И у него Бог, можно сказать, сделает грань его характеру. Он станет одним из важнейших отцов нашего времени. Я не думаю, что он очень много понимал в духовности, в то, что будет в будущем. Он получил благословение от своего отца. Он послушался родителей, и ему сказали, он бежит отсюда, и он убежал. Я думаю, что может быть в то время можно было найти другое решение Якову. Я думаю, что его просто выгнали красивым образом. Потому что мама боялась, что он умрет. Но я думаю, что возможно были другие решения, которые не требовали того, чтобы он выгонять его из дома. Но так захотел Господь, и это то, что произошло. Он пошел в определенное место. Он был очень уставшим. Он не был мальчиком, он не был молодым парнем. Мы знаем, что ему было больше сорока лет. Он, естественно, от своего отца всю свою жизнь услышал много рассказов о Боге. Но я не знаю, насколько правильными были его личные отношения с Богом. Это очень похоже на многих тех, которые родились в верующих семьях, и по привычке приходят по субботу в общину. Просто плывут по течению, пока в их жизни не происходит что-то значимое. Он не шкав, в начале ночи нет никакой смеха. И вот он преклонил свою голову ночью. У него даже не было одеяло, которым бы он мог накрыться. И нет рядом мамы, которая бы посоветовала ему что делать. И он ничего не понимает, что происходит вокруг него. Но Господь очень хорошо понимает, что происходит. Потому что пришло время обновить отношения между ними и вывести его на новый духовный уровень. И как мы дальше знаем, он видит сон, когда по лестнице спускаются и поднимаются ангелы. И он также слышит голос Бога. Я думаю, что этот сон, скорее всего, был как видение. И начинается новая эпоха в его жизни. После того, как он проснулся от своего сна, он уже стал другим человеком. Господь показывает ему насколько он близок к нему и насколько он заступается за него. Он открывает ему духовные глаза. Хотя он не должен был это делать. Человек, который верит в Бога, по идее, должен понимать, что Бог всегда присутствует с ним. Что есть ангела и защита, и обо всем этом он молился. Он прожил рассказы своих отцов. Но Господь принимает решение показать ему это. Он напоминает ему обещания и благословения. И он заключает с ним завет. Одно из объяснений того, что по лестнице поднимались и спускались ангелы. Он хотел бы показать ему, что это смена караула, которая охраняет тебя. Те ангелы и хранители, которые были с тобой до сего времени, поднимаются обратно на небеса. И приходят другие ангелы и хранители, которые сейчас должны будут сопровождать тебя. Для того, чтобы ты понял, что я с тобой все время. Нам нужно вспомнить, что Яков убежал из своего дома, потому что он предал своего брата. Он не убежал, потому что он совершил какую-то великую заповедь, и все на него сердятся за это. То, что повело его, это страх и предательство. Это не какое-то большое удовольствие. И Господь говорит, несмотря на все это, я с тобой, у меня для тебя есть план. Потому что ты, да, избрал для себя быть своим моим сыном. И даже если ты принимаешь неправильные решения, ошибаешься, то я здесь буду для тебя, для того, чтобы снова возобновить отношения. И так же Господь хотел, чтобы Яков увидел Духовный мир и понял на личном уровне, кто такой Господь. Написано в 90-м псалме на русском языке. За 9-го по 12-й стихи. Это обещание для каждого человека, который выбрал Господа своим Богом. Он видит что-то сверхъестественное. До этого момента он просто постоянно слышал рассказы о Боге. Как Иов один раз сказал в книге Иова. До сего момента я только слышал о тебе. Но сейчас я вижу тебя. Он сказал самому Богу. Иов был человеком сильнейшей веры на основании того, что он только слышал о Боге. Никогда у него не было личного переживания. И потом Господь перевел его в такой трудный период его жизни, для того, чтобы вывести его на новый уровень духовности. И это было укрепление для Иова, несмотря на то, что он никогда не видел Бога, только слышал о Нем, но его вера была настолько сильна, что укрепела Его. Мы сейчас прочитаем также из 4-го царства, 6-я глава, 15-го по 17-й стихи. Это когда враги пришли для того, чтобы забрать Илью, Елисея. Рано утром встал слуга Человека Божия, вышел из дому и видит город окружен войсками, кони, колесницы. Беда, господин, говорит он Елисею. Что нам делать? Не бойся, отвечал Елисей. Тех, кто за нас, больше тем тех, кто за них. Елисей помолился. Господь, открой ему глаза, пусть увидит. И Елисей помолился Богу для того, чтобы тот открыл глаза Его слуги, и тот увидел Духовный мир. Мы, как люди, должны понять, что даже когда мы не видим этого мира, но он существует, и защита его существует для нас. И когда Господь нас допускает нам сложное положение или неясную ситуацию, и когда нас жизнь выталкивает из зоны комфорта, мы можем отчаиваться, или мы можем бояться. Но также мы можем волноваться, поэтому... иметь приятное переживание. Да, Господь делает что-то новое, Он будет вести меня. Что-то хорошее произойдет со мной. Я пройду этот трудный период, и я вырасту в своих отношениях с Богом. Потому что все писания показывают нам примерно одну и ту же картину. И Евраам путешествовал с места на место. И не было ему легко. Но написано, что Он верил. Он знал, что несмотря на то, что произойдет, Господь имеет ситуацию, держит в своей руке. И из-за трудной ситуации обязательно будет добрый плот, и это точно и по-другому не бывает. Многие из нас, даже в каждой дневной нашей жизни, проходят те же вещи. Возможно, у вас есть плохой день или сложная неделя. Возможно, даже сложный год. У каждого человека своя личная программа от Бога. Но если мы сфокусируемся на страхе, отчаянии или усталости, то мы просто не увидим то, что Господь показывает нам. В книге Матфея написано, что Он близок к каждому из нас. Нам только нужно повернуться к нему лицом, не показывать ему спину. Несколько недель назад мы говорили о Святом Духе, который пребывает внутри нас. Что это как атомная бомба, которая внутри нас. И нам нужно жить с этим фактом. Или развивать с ним взаимоотношения. Или заглушить голос Святого Духа. Это тоже наш выбор. И Господь ничего не хочет делать с нами насильно. Он всегда дает выбор. Каждое утро это выбор. И Яков проснулся от этого сна. Он был тем же человеком, но это был совершенно новый человек. И здесь такой вопрос, это действительно то, что ты спрашиваешь. Ты уже 50 лет скоро будет. И ты задаешь такой, можно сказать, глупый вопрос, простой вопрос. Правда ли со мной? Бог рядом? Ты практически половину своего века прожил рядом с Богом и получил соответствующее воспитание. И сейчас только, когда Господь вывел тебя в такую сложную ситуацию и пробудил, и показал тебе этот сон с ангелами, ты говоришь, о да, со мной Бог. Это тоже похоже на многие ситуации в нашей жизни. Мы же точно знаем, что Господь с нами. Четыре тысячи раз мы читаем об этом в Писании. Как сухая информация. Иешуа сказал, я поднимаюсь, возьмите Духа Святого. У нас есть, мы приняли Святого Духа. Сам Господь, мы являемся частью этой системы. И вдруг происходит ситуация, которая сложная, экономическая, семейная или какая-то другая. И тогда мы падаем на колени, конечно. И происходит великое чудо. И ты говоришь, вау, оказывается Господь со мной. Какая прелесть, как же я этого не понял до того, как со мной не произошло это чудо. Но часто, к сожалению, Господь должен использовать эти сложные ситуации для того, чтобы показать нам, да, я с тобой. Прекрати тратить свое время понапрасну. Возьми это время и вложи в наши с тобой отношения, чтобы я показал, что я с тобой. Не жди той ситуации, когда придется показать лестницу с поднимающимися, отпускающимися англами. Они там, так написано, это факт. Но тебе не нужно это видеть. И даже не проси это увидеть, просто верь. Господь любит верующих людей. Господь любит людей, как Авраам, которому не должен был ничего показывать. Он ему сказал, тот поверил и пошел. Он любит простоту, детскую простоту в вере. Если бы Папа сказал, то Папа знает, что он делает. То ему подчиняются, не надо отцу фокусы показывать. И в конце этой темы, с 20 по 22 стихи, И дал Яаков такой обет. Если Бог будет со мною, оберегай меня в пути, подавай мне хлеб и одежду, и если я с миром возвращусь в отчий дом, то Господь станет Богом моим. Священный камень, который я поставил, станет Домом Божиим, и от всего, что дашь мне, я буду отдавать тебе десятую часть. Это стал совершенно другой человек. Он заключил завет, он разговаривал с Богом. Есть настоящий завет, и сопровождающий Его благословение. И то, что мне удивительно здесь, что он обещал отдать Богу десятую часть из того, что Бог даст ему. Он обещает ему это тогда, когда нет у него ничего. Иногда очень легко сказать, Господь, ты мне главный, выведет эту ситуацию, я теперь потом готов для тебя на все. Но когда он поверил Богу, и понял, что его будущее будет благословенным, и он получит много благословений, и семья его будет благословений, он знал, что может быть сейчас он находится в каком-то темном лесу, но впереди есть свет, и будет у него благословение. И он сказал, что Господь, ты всегда будешь частью этого благословения, и я верну тебе. Никто его не тянул за язык, чтобы он пообещал такую вещь. Он даже не мог себе представить, что будет у него в будущем. И я уверен, что он, да, выполнил это обещание. Но это также часть отношений между Богом и человеком. Это часть отношений, часть разговора. Это нормально давать Богу обещания, которые не записаны в писаниях. Это отношения. Это то, что я выучил из этой небольшой части главы ВИЦе. Очень важно понять, какой духовный мир есть вокруг нас. И что Господь всегда рядом, и Он защищает. Не обязательно это видеть, нужно верить, что это существует. И волноваться по поводу непоятных ситуаций. Просто примите это так, у меня была жизнь, которая была стабильная, и возможно даже скучная. А сейчас в жизни балаган. Это интересно, это волнующе, Господь куда-то двигается, я двигаюсь вместе с Ним. И давайте мы примем, сделаем такое усилие над собой, чтобы видеть наше положение другими глазами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.